в компании, на стадии пресейла, что ожидает, какой есть потенциал прибыли, какой есть потенциал развития. Обо всем об этом начнет рассказывать Ярослав, далее подхватит. Вот, пожалуйста. Спасибо, Юр, спасибо тебе большое за теплые слова, за станка. Как по-другому, если это мир завоевывает, только нужно брать его, как говорится, правильными действиями, хорошим напором и серьезным упором. Спасибо всем, кто на этом зуме. Я, наверное, какими-то блоками буду брать. Потом вопрос-ответ, вопрос-ответ. Потому что рассказывать могу об этом часами. Зовут меня Ярослав, сам я около 10 лет в инвестициях, в стандартам, скажем, в виде инвестиций, IPO-акций и так далее, в крипто-направлении. Так, соответственно, как и в разработке и вообще IT-стартапах. Ну, и также, скажу, как имели большие взлеты, были и падения, но любое падение, да, то есть оно всегда чему-то учит. Поэтому жизнью научены, так же, как в любой, там, кремниевой долине всегда ценятся, так скажем, специалисты, которых один раз или два раза хотя бы падали, да. Вот. Мы очень плотно. И эти направления, что мы, кстати, с нами, также, Фарух Шакуров, да, то есть это человек именно с технической части, который больше может ответить на какие-то технические вопросы, с огромным бэграундом, таких там действующих, больших компаний, таких как Ambisafe, это американская, есть еще большая компания, таких крупных ребят, как Orderbook, таких же, как Rayson, да, то есть, соответственно, большой бэграунд, и это только малая часть, то, что расскажешь сам о себе. И в целом, какая идея? То есть идея очень простая. Мы изучили рынок, мы увидели проблемы у направлений некоторых, да, потому что криптовалюта и то, что мы запускаем в сфере криптовалют сейчас, это лишь небольшая часть. Если мы посмотрим немножко, вообще, скажем, сверху, именно, да, на весь мир, то большая проблема сейчас – это огромный объем оцифрованных данных, который, так скажем, по объему обогнал за этот год, чем за предыдущие 10 лет. Если вы изучите статистику Amazon, Google и больших игроков, то уже идет, скажем, они уже признают о том, что обработка данных – это будущая проблема всех крупных корпораций, потому что объем очень большой, и он обгоняет, чем, скажем, обгоняет большие мощности, которые существуют сейчас в мире, да, то есть тот весь поток информации, который есть. За следующие пять лет мы обгоним, скажем, по объему больше, чем за предыдущие 10 лет. И мы решили сначала отталкиваться от этого, потом пришли там в направление далее, ну, криптовалюты, да, то есть вот какое здесь мы решение нашли. Чем строить супер какой-то компьютер, если взять венец инженерного, так скажем, технологии разработки и решения в мире, то есть как оценить, насколько мир прогрессивен, да, то есть это телефон, любой смартфон, особенно последних битов, это самое технологичное решение вообще в инженерном, так скажем, решении любой технологии в мире. Почему? Потому что очень маленький аппарат, скажем, он себя представляет уже больше, чем просто навигацию смартфона либо звонок, да. Но маркетинг, если взять, то, соответственно, здесь сторона какая? Нам, да, рекламируют фото, видео там и экран. Но сам смартфон имеет более огромный потенциал. И когда мы это изучили, привели большой анализ, мы пошли от обратного. Зачем нам соревноваться в сфере, там, глобальных компьютеров, так скажем, да, бигдаты, когда, если взять один большой блок информации или объема данных, разбить его на очень много-много мелких решений и задействовать каждое это мелкое решение во всех тех смартфонах, которые сейчас, собственно, есть. И эти смартфоны, которые сейчас есть и которые будут, в принципе, мы от них используем там, ну, типа 30-40% максимум от его потенциала. В связи с этим мы решили, первое, это задействовать максимальное количество по всему миру смартфонов, которые, скажем, их оперативную память и все вычислительные мощности, которые не используются, при этом не перегревая, при этом не, так скажем, убивая сам смартфон. Но чтобы можно было задействовать и чтобы это было интересно, мы пошли, соответственно, путем чего? Путем того, чтобы, ну, чтобы, так скажем, задействовать в сфере криптовалюты, да, чтобы люди ставили наше программное беспреки, скачивали приложение, давали в аренду то, что они не используют, а мы уже сами, как компания, перераспределяли это на три направления, да, то есть, ну, это там, это криптовалюта, майнинг, это лишь первое направление, там, рендеринг, вычислительные мощности. Я лишь по верхам беру, чтобы все сейчас не захватывать. Соответственно, в двух последних направлениях мы, как компания, будем зарабатывать огромнейшие деньги, чтобы вы понимали, только рынок рендеринга, это 300 миллиардов постоянно живых денег, а я уже не беру потенциал роста, там, до 2 триллионов долларов, как и вычислительные мощности, да, то есть, это огромнейший потенциал, но нужно что-то дать людям, чтобы им было интересно в этом участвовать. Соответственно, мы решили пойти самым легким путем для нас, это блокчейн, это создать экосистему, в которой люди дают в аренду свой смартфон, получают монеты, дальше эти монеты что? Инвестируют, у нас есть продукты такие, так скажем, которые тестировались и будут еще усилены, об этом как раз, там же будут задействованы и DFI проекты, тоже, это синтекс, да, то есть, это совокупность показателей, и, так скажем, об этом позже расскажу, да, которые будут давать доходность, там, ну, в среднем, там, до 15, может быть, до 20 процентов в месяц классическому инвестору, да, то есть, хочешь монету, ты добываешь ее, инвестируешь ее в этот продукт и зарабатываешь в долларе, либо хранишь монету, она вырастет в цене, да, почему, об этом тоже позже разберем, либо есть бесплатная версия, там, будет платная версия использования программного обеспечения, да, то есть, для этого на всех разные потенциалы. Соответственно, мы также будем, так скажем, вернее, уже в партнеры выходим с такими компаниями, да, как токенами SpaceX Security, токенами IndiRMB, крупных брендов, которые представлены также в нашей экосистеме. То есть, человеческий смартфон задействован как? Отдаешь свой потенциал, майнишь монету, эту монету тратишь, инвестируешь, плюс полноценный банкинг, то есть, карта, оплатежная система, чтобы человек мог также обналичивать, тратить, так скажем, эту монету, да, то есть, это целая большая работа. То есть, одно приложение, которое человеку дает и майнинг, и инвестирование, и траты, и, соответственно, средства использования в любой точке мира. Это лишь малая часть той экосистемы, которую мы, собственно, сейчас выводим на рынок. Да, естественно, поэтапно, то есть, каждый месяц у нас сейчас там продукт, 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 потом каждый квартал будет продукт. И плюс также задействуем в одном из направлений, DFI направление, оно не в целом как общий принцип, базис, да, а лишь как одно из направлений одного из продуктов, потому что здесь high risk, да, то есть, здесь очень большие быстрые деньги, но при этом есть большая возможность и улететь в трубу, и поэтому мы с этим очень аккуратно на это смотрим. Если есть вопросы, какие-то, можно сразу задавать, либо по ходу, либо, может быть, Фарух что-то себя скажет. Здесь, да? Да, всем добрый день. Секундочку, я подключусь. Я, как раз, забыл включить видео. Всех приветствую. Всем привет из города Киев. Да, я бы хотел больше, наверное, немножко о технической части рассказать, то есть, объяснить простыми словами, то, что мы пытаемся сделать, то есть, делаем на сегодняшний день. Значит, идея, на самом деле, очень простая, то есть, по всему миру есть очень много смартфонов, которые каждый из нас пользуется. Рано-беринка сейчас кто-то из вас даже на этом звонке присутствует с помощью смартфона. Вот, и проведя небольшие, скажем так, исследования, мы поняли, что смартфоны мы задействуем не полностью. Кто-то, допустим, заполняет память полностью, кто-то использует оперативную память полностью, но в целом, если взять средние показатели, то мы используем смартфон лишь наполовину от его способностей. В связи с этим возникла идея взять и объединить ресурсы всех этих смартфонов и использовать их совокупную мощность для решения разных задач, как ранее говорил Ярослав. То есть, задачи, перспективы, на самом деле, очень большие, начиная от банального майнинга, заканчивая до облачного хранения данных, обработки данных и прочих других задач по всему миру. То есть, мы хотим на данный момент создать такую платформу, объединить смартфоны и, собственно, монетизировать эту деятельность путем того, что мы выполняем задачи по хранению данных, по обработке данных, по майнингу. С одной стороны, с другой стороны, мы приглашаем людей, владельцу смартфонов присоединяться к нашей сети и получать вознаграждение за то, что они, скажем так, сдают в аренду мощности своего телефона. То есть, это лишь первый шаг, это шаг входа человека в нашу систему. То есть, с чего это все начинается? Пользователь, включая свой смартфон к нашей платформе, мы начинаем использовать его ресурсы, мы начинаем выплачивать ему вознаграждение за использование его ресурсов. Вознаграждение мы платим собственной криптовалюте, которая также будет выпускаться, майниться, которую также можно будет добыть либо приобрести. Вознаграждение мы платим своей валюте, так как это удобно, мы можем это делать для любого пользователя с любой точки мира и при этом не нарушать какие-либо юридические аспекты, нюансы и тонкости. После того, как пользователь начинает задействовать ресурсы своего смартфона, после этого он начинает зарабатывать. И, собственно, после того, как он уже начинает получать вознаграждение, у нас, опять-таки, для него есть ряд предложений. Что делать с этим вознаграждением? Вариант первый, то есть перевести, сконвертировать их в обычную валюту и забрать деньги, если для него это приемлемо. Вариант второй, сохранить их и получать, собственно, вознаграждение за то, что он просто их хранит у себя на счету, так называемый стейкинг. Вариант третий, он использует данные токены в рамках всей нашей экосистемы, начиная от покупки товаров и услуг в онлайне, заканчивая до инвестирования в те или иные инвестиционные продукты, которые также будут представлены в нашей экосистеме. Основная технология, которая позволяет нам это сделать, это первая технология, которая позволяет разбивать любые задачи, любой сложности ровно пропорционально, исходя из того, какое устройство у человека. То есть мы не берем огромную задачу и передаем его на обработку смартфона, мы берем эту задачу, разбиваем на мелкие частицы и рассылаем по всему, по всей сети. После собираем результаты, объединяем их в единое решение и уже получаем готовые задачи. И это не только начало, поскольку подключение к сети смартфонов – это только первый шаг, поскольку в дальнейшем можно будет подключать и другие устройства, у которых есть доступы в интернет. Это планшеты, ноутбуки, элементы умного дома, все, что имеет выход в Wi-Fi, все, что имеет выход в интернет, это все в будущем, возможно, будет подключить. Но, опять-таки, мы не можем сделать все и сразу, поэтому наш первый шаг – это запуск со смартфона, поскольку это более понятная процедура, и обработка информации в рамках добычи токенов. Это тоже более понятная процедура. После того, как мы это все отрабатываем на этих механизмах, после переключаемся на другие виды деятельности и на другие собственные устройства. Это что касается технической части. Я также буду рад ответить на какие-то более конкретные вопросы. Вот сейчас продолжение звонка, поэтому возвращаю слово Ярославу. Слушай, я еще хотел бы знать, чтобы ты затронул немножко часть технической своей, скажем, сколько ты понимаешь тему технической вообще, крипты в целом, то, что ты делал, что за проект. Какие-то таких много, я знаю, там около 20 у тебя проектов за спиной. Какие-то наиболее такие запоминающиеся, которые сейчас работают, там, МБС, что они решают, какую задачу. Да, спасибо. Да, извиняюсь, я забыл начать, собственно, именно с этого. Смотрите, если немного о себе, то занимаюсь я именно блокчейн и IT всей темой с тех пор, когда это даже все было не модно, то есть когда это не считалось каким-то хайповым движением, да, когда все эти ICO-шки росли еще до этого, далеко до этого, мы начали делать свой первый проект еще в конце 15-го года, проект назывался OpenAI. Его основная ценность была в том, что мы запускали свой мессенджер, внутри которого был свой токен. И вот, в общем, за общение и распространение мессенджера люди получали вознаграждение. Там была осознанно огромная инфраструктура, но на протяжении двух лет после появления Телеграма и его там становление популярности мессенджер так и не обрел популярность. Но если мы говорим из более серьезных именно блокчейн-проектов, я работал в компании Ubisoft на протяжении двух с половиной лет, мы занимались разработкой программного обеспечения для крупных блокчейн-проектов, для крупных ICO-проектов, которые организовывали свои ICO-проекты, из таких как Рэйми, Хакин, могу назвать проект Ордербук, который мы сами проводили, это децентрализованные криптобиржи, это проект Пропи, это проект блокчейн-недвижимости Сан-Франциско, какие еще проекты, их очень много, поэтому по именам не могу вспомнить. Из последних это проект Рэйзон, это финтех-приложение, позволяющее всему миру удобно покупать, продавать и уют, используя банковскую карту, больше такой процессинг-провайдер. Я думаю, что достаточно, мы еще с надо будем познакомимся. Я готов прислать свои контакты, буду рад пообщаться, рассказать еще об этом. Давайте, может быть, какой-то вопрос, если есть, чтобы мы сейчас не в кайф ходили в лес, что интересует. Можно вот, привет, вопрос по поводу вот этого смартфона, вот это задействие. То есть, ну, как бы, решения, они же обычно принимаются, чтобы там или облегчить жить, или решить какую-то проблему или какую-то задачу. Вот этот продукт какую проблему решает? Ну, то есть, исходя из чего он составлялся? Смотрите, он, вот, значит, что мы на сегодняшний день имеем, да, то есть, любые современные задачи, которые решаются на цифровом уровне, они не рассчитаются благодаря серверам, веселителям мощностям и так далее. То есть, с каждым днем, как бы, загрузка, нагрузка на вот эту всю инфраструктуру, да, жилет становится, ну, все больше и больше растет. В нашем случае мы решаем проблему масштабирования, поскольку скоро у нас появится обязательно технология 5G, уже на подходе она повсюду внедряется. Появляются, становятся популярны всякие VR-интерфейсы, да, которые тоже требуют вычислительных мощностей. Появляются огромные объемы массивных данных, да, которые обрабатывает нейронная сеть. Вот, и для обеспечения, чтобы это все работало, чтобы это все развивалось, на чем-то оно должно работать. То есть, для этого нужны большие дата-центры, для этого нужны большие серверные инфраструктуры. Мы хотим построить собственную большую глобальную серверную инфраструктуру, которая не находится потом конкретно в каком-то месте, находится централизованно, а находится по всему миру и может решать абсолютно любые задачи, начиная от обработки данных, заканчивая до хранения. И наша серверная инфраструктура может быть гораздо эффективнее в плане своего ценообразования, так как нам не нужно покупать железо, нам не нужно его устанавливать, обслуживать, поскольку смартфоны есть почти сейчас у каждого и у некоторых людей даже по нескольку. Поэтому в этом плане мы решаем большинство задач очень простым. Если на простой язык перевести, то суть в том, что сейчас все вот эти терабайты или какие-то другие слова, экзабайты, они хранятся на серверах. А ты хочешь сделать не один сервер, а чтобы каждый человек был мини-сервером таким, да? Да, децентрализация, децентрализация, вся эта история. То есть все мы пользуемся Google Photo или у кого-то там iCloud. А есть какие-то конкуренты, которые это реализовали уже? Смотрите, есть отдельные игроки на рынке, которые стартапы в Сан-Франциск, которые решали эти задачи. Допустим, была компания, почему говорю «была», потому что они так и не смогли до конца реализовать. Была компания SIX, стартап, точнее, в Сан-Франциске, которая подняла большие деньги в инвестиционном раунде. Они хотели сделать что-то вроде облачного рендеринга, что вы заходите, оставляете заявку на обработку данных, и у вас все эта история децентрализованная рендерис. Ну, имеете в виду, что обрабатываете фотографии и видео. Есть очень много прецедентов. Еще с 2017 года очень много проектов собирали на ICO на это деньги. Но у них у всех была общая проблема в том, что они очень сильно были завязаны на том, чтобы разворачивать эти инфраструктуры, производя железо, отдельное специальное устройство, размещая его по всему миру. То есть, если вы хотите поучаствовать в этой истории, вам необходимо было покупать какое-то железо. Для майнеров это асики, вот эти небольшие коробки, которые позволяют вам майнить. Для хранения данных это тоже такие коробочные решения. Но это не рентабельно, потому что необходимо вкладываться в само железо. А мы решили эту проблему в теме того, что мы просто нашли свободные эти ресурсы в самих смартфонах, которые есть у каждого, и мы их регулярно обновляем сами, натуральным способом. Плюс к этому. Мы пошли по своим выборским путем, как заинтересовать людей. То есть, давать им монету, давать им, возможно, желание ее драть, зарабатывать, и часть сетевой составляющей. То, что не было у проектов, которые ранены. То есть, людей завлечь, так скажем, чтобы они отдавали свою мощность в один, то есть, это должна быть экосистема. То, что не было тоже что-то подобное. Были же хорошие идеи, но больше собирались под это деньги, и компания не реализовывалась именно в плане инфраструктуры. У нас в этом плане очень продумано. То есть, мы, соответственно, в этом плане очень хорошо можем развить. Плюс еще, плюс еще такой, что для большинства людей это именно взять если саму крипту, да, то очень трудный шаг, то есть, трудный шаг даже в сфере криптовалюты, чтобы абсолютно любой человек мог зайти, даже сейчас унисвэм проходит, даже там, допустим, еще какие-то направления есть доходные, но для простого человека перейти вот этот шаг, да, зайти на какую-то платформу, зайти куда-то, на какую-то биржу, купить или еще что-то, то есть, нету популяризации вот в масштабном виде, да, то есть, людям это сложно сделать. Смартфон, по сути, я себя идентифицирую с любым своим смартфоном, а то в четвертой жизни я провожу. И мы говорим человеку, смотри, тебе дальше, чем твой смартфон и дальше, чем это приложение, идти никуда не надо. Ты майнер, ты платформа, ты сдаешь в аренду, ты являешься фермером, твоя криптовалюта у тебя уже здесь. Все, ты готов к этому, да? И вот эта штука, которая тоже решает, я, по крайней мере, вижу решение в сфере криптовалюты, популяризации, в принципе, этого направления, потому что мы уже задействуем каждого человека, дальше, мы решаем проблемы за счет этого в других направлениях и отраслях. А если никто это не сделал до сих пор, мы думаем, что у нас это получится на основе чего? Энтузиазма? Или мы это уже написали? Ну, под мы я подразумеваю, фарух, тебя. То есть ты это уже сделал? Этот продукт, он рабочий уже? Или пока он еще там выверяется? Смотрите. То есть кто-то знает, что он получится у нас? Я к тому же. Смотрите, любая технология, любая новизна, она заходит на рынок не сразу, да? Она заходит путем нескольких каких-то провалов. То есть конкретные бренды, названия крупных компаний, не могу вам сказать, каковы были попытки именно децентрализовать всю эту историю. Но вспомним появление любой новой технологии, начиная с телефона, заканчивая до двигателя. И сначала они появлялись в очень сложном, в сложном виде, неэффективном. Ну, если мы сейчас смотрим из будущего назад. Если смотреть на текущий момент, то мы тестировали технологию, мы не просто так выходим на рынок и заявляем, у нас есть определенные кейсы, которые показывают нам, что это реально. Но сразу, чтобы оговориться, я говорю, что сейчас наши технологии, допустим, не позволят децентрализованно хранить данные или не позволят децентрализованно обрабатывать большие фотографии, видеоматериалы, и так далее. Но пока что она умеет только обрабатывать сложные математические алгоритмы для добычи токенов, допустим, для нашего же алгоритма. То есть, есть алгоритм, есть сложная задача, она способна раскидывать эти задачи по нескольким разным устройствам, получать результат и валидировать, подтверждать это все. Но в будущем мы эту же технологию будем развивать, модернизировать ее и адаптировать ее, допустим, в следующий шаг. Это будет на то, чтобы наша сеть умела не только обрабатывать информацию, но еще и сохранять ее эффективным образом, сжимая и разбивая ее на все устройства, которые у нас есть в сети. И плюс не нужно забывать, что, допустим, какие-то эксперименты или переходные фазы у нас могут состояться только при напоре определенного количества устройств в рамках нашей сети. Допустим, если мы не наберем хотя бы 100 тысяч устройств в рамках нашей сети, то, допустим, речь о том, чтобы наша сеть будет способна рендерить большие файлы, речь об этом не идет. Сначала мы на определенных количествах смартфонов учимся, внедряем майнинг, после мы внедряем хранение данных, потом обработка данных, после уже рендерить. То есть, все прямо пропорционально растет. Ну, опять-таки, я это говорю с технической точки зрения, потому что никого не должно быть дивизий, что вот эта технология, она сразу запускается и она сразу умеет. Такого не бывает. То есть, так как это глобальная история, то она сначала будет использоваться для одних целей, масштабироваться, тестироваться и после адаптироваться уже под другие решения. Ну, то есть, начальные шаги есть, да? Начальные шаги. И если мы специально начинаем именно с того, чтобы мощность этих устройств были задействованы только для того, чтобы обрабатывать сложные математические задачи в рамках нашего же блокчейка. Почему? Потому что мы на этом этапе сможем проконтролировать и выяснить все определенные моменты, которые на уровне теста не всплывали. Допустим, как на это отреагирует App Store, да, в будущем. Потому что нам тоже очень важно выстроить правильное взаимоотношение с магазинами приложений. App Store, Google Play, потому что, ну, без них никуда. Потому что вы сейчас видите, какие прецеденты происходят в мире, когда берут и больших разработчиков, удаляют и своих магазинов, как недавняя история была с Epic Games. Поэтому для начала это будет устройство всех, которые будут в нашей сети, они будут использоваться для того, чтобы обрабатывать, обслуживать наш же блокчейн. На этом этапе мы решим все определенные задачи, связанные с магазинным приложением. Мы наберем необходимое количество устройств в рамках нашей сети. И следующим шагом сразу переходим уже на обработку данных. Если у вас вопрос был конкретно про то, пробовали мы это все делать, тестировали мы, да, мы это делали, но это не было из серии, что это было на миллион устройств или на два миллиона устройств. Таким образом мы соберем такое большое количество устройств, чтобы оно прямо было масштабно так. Смотрите, тут на самом деле нужно смотреть не через призму техническую, тут нужно смотреть через призму маркетингу, потому что все понимают, что подойти к человеку и попросить его что-то дать, он всегда трижды подумает, но если подойти к человеку и предложить ему что-то сначала отдать, допустим, предложить ему бесплатно установить предложение и начать монетизировать ресурс своего смартфона, он как минимум этим заинтересует. Конверсия будет гораздо больше тех людей, кто как минимум заинтересуется и начнет этим заниматься, особенно в Азии люди этим очень увлекаются и заинтересованы. И если говорить за прецеденты, то все помнят времена, когда были популярны CPI-сети, когда ты скачивал приложение, выполнял определенные задачи, где-то лайки ставил, где-то комментарии писал, где-то на ошибки текст проверял и получал за это вознаграждение. Сейчас эти большие CPI-сети тоже живут. Это, по сути, такой же формат CPI, только мы не ставим человеку задачу вручную что-то выполнять. Мы ее спросим о долгую часть ресурсов его смартфона. И мне кажется... И плюс еще к этому нужно же понимать, что мы идем по пути какому-то... Есть бесплатная возможность, есть платная... Есть что с этим делать, инвестировать, есть экосистема, запуститься в банкинг, можно будет тратить. Плюс к этому набирается определенное количество людей на старте, которые будет это двигать. Потом подключается уже процесс, скажем, именно маркетинга. То есть это таргетинг, это реклама, это упаковка в СМИ, это в Форс Монако, это реклама в разных, так скажем, профессиональных сообществах, именно темы компаний от экспертов, так скажем. Плюс популяризация через мероприятия, блокчейн лайф, иностранные мероприятия. Мы даже вот сейчас запартнерились с очень крутыми ребятами, которые нам полноценный банкинг будут давать. То есть у них топ мирового уровня, то есть их платежные вообще решения с визой напрямую сотрудничают. То есть это не Тозамон, вообще абсолютно ребята на другом уровне, но Тозамон тоже молодцы. Но при этом выезд, так скажем, в комьюнити и популяризация, и даже в партнерстве, где будет у нас там от SpaceX до таких решений, в которые уже было вложено топ бизнес-ангелов в общем мире. И эти ребята наши будут тоже партнеры. Мы также будем через профессиональных сообществ популяризировать. А что за сервис вот этот, Ярослав, который ты говоришь? Я не могу тебе пока рассказать об этом. Это будет представлено. Мы сейчас конечные документы как подпишем, то есть это приложение, но при этом они первые, кто в мире с визой, официальными все договора, это огромная компания. В этот стартап было внесено, инвестируемо 200 миллионов долларов. У них вся Азия и следствия у них решения в моменте никак, допустим, чем отличается Тазимун. Тазимун у них есть стакан, они закрывают своими деньгами, таким образом и своя конвертация. Здесь же эта компания решила, что у них топ-10 бирж, конвертация абсолютно в любом моменте за 10 секунд, за 3 секунды, даже 2 секунды, то есть ты можешь платиться, уже Apple Pay готов, карты готовы, еще наши будут готовы к карту. Это большая система, плюс ряд везданых мероприятий онлайн, оффлайн, когда мы будем топ нашей команды людей знакомить с топ-мировыми людьми в сфере криптовалюты. И на это есть напрямую возможность. То есть мы обязательно захватываем по дороге крутых партнеров. Где-то это личные контакты за 10 лет в сфере инвестиций, в химтехах, да, скажем, и у меня, и у Фарук, и у другой команды, части команды, которые мы представим, огромные возможности связи. Соответственно, как я говорил, то есть это через профессиональное сообщество, через грамотную упаковку, через правильное позиционирование, через рекламу, использование всех порталов, интернет-рисурсов, через блог, блогеров и направления. То есть мы поэтапно, степ-бай-степ тоже будем идти, потому что трафик нужен абсолютно везде. И реферальные программы, сети и возможности использования максимальной выгоды, если я рекомендую, да, что тоже очень работает. Также, как, к примеру, возьмем на примере, мы работаем, я очень знаю хорошо, как работает трафик в Китае. К примеру, чтобы вы понимали, средний блогер в Китае это 30-50 миллионов людей, это средний блогер, там, Гуанчжоу, да, если брать нормального блогера, это 70-100 миллионов аудитория. У него берется интеграция от 12 до 15 дней, одна из их интеграций стоит там 10-15 тысяч долларов, но если делаешь больше 10 дней, то при этом у тебя где-то 10% его трафика автоматически переходит на то, что он рекламирует. От 1 до 3% покупают любую из услуг. Если мы берем даже 3% от среднего блогера 50 миллионов, это 150 тысяч людей, просто за 2 недели ты получаешь трафика, да. При этом, если ты есть бесплатный, если правильный подход, там, позиционирование, то есть, есть четкое понимание, как в каждую страну, там, Казахстан, Монголия, Индонезия, Латинская Америка и так далее. Когда я жил в Мексике, в Канкуне, то есть, когда там, на Панаме, там, и других, так скажем, странах, где я пребывал, есть много хороших дружеских контактов. Здесь четкое понимание, как заходить. Где-то это блогеры, где-то это из изряда, как Казахстан, Монголия, один поднял там флаг, за ним пошли все предводители, да, Латинская Америка там по другому принципу действует. Поэтому, это уже дорога, так скажем, следующих этапов. Сейчас самый простой путь, который начинается на земле. Так, Ярослав, да, Фарук, спасибо большое, мне очень понравилось, как ты объяснил. С ним так кратко тоже выжимку сделал для более понимания в голове, даже тоже понимания для объяснения. Смотри, здесь ребятам, естественно, интересно, как сейчас на этом можно и еще и заработать. Потому что, как я понимаю, момент, пресейла, правильно проходит. Дальше уже будет сетевая составляющая, ее впоследствии уже можно будет разбирать. Здесь находятся люди, которые так или иначе связаны и с новым трендом, который сейчас уже прошел, скажем, динамических токенов. Лично я знаю, как что в компании TCG, да, правильно, FENOM, это немножко по-другому проработано, как чтобы удерживать клиентов, чтобы давать им большую прибыль, чтобы предоставлять ликвидность. Вот об этом бы интересно было узнать, на каком стадии сейчас пресейл, когда он закончится и вообще, к чему мы думаем, в ближайшей стадии развития, что могут люди ожидать для себя, какие доходы, ну и какой потенциал развития впоследствии. Давайте я посмотрю на себя это слово, да, Фарух, секундочку, я хотел бы концептуальную часть рассказать, а Ярослав больше расскажет коммерческую часть. Значит, немного короткая выжимка концептуальной части, значит, смотрите, идея общая в чем? В том, чтобы заложить изначальную техническую базу любые алгоритмы, которые будут использоваться в компании, да, первый алгоритм это метод мотивирования людей устанавливать наши приложения, то есть присоединяться к нам и монетизировать свои ресурсы. То есть это предусмотрено. Мы предусматриваем изначально в алгоритме закладываем тот факт, что люди в зависимости от того, какой у них смартфон, сколько времени они предоставляют там свои ресурсы, они получают за это вознаграждение. Это первый пункт. Второй пункт. Точно так же для того, чтобы популяризировать всю эту историю максимально быстро, эффектно и в виде взрывного роста нам необходим, скажем, сетевой эффект, да, для этого также мы закладываем в алгоритм некую партнерскую программу, которая позволяет не только там зарабатывать за какие-то определенные покупки, она позволяет получать из приглашенных ранее людей, а пригласить это что? Пригласить это просто попросить или предложить другому человеку установить предложение, даже ничего не покупая. И это я говорю о будущем. Пригласить людей и зарабатывать на любых их действиях, начиная от того, сколько они там зарабатывают, сдавая в аренду ресурс своего смартфона, сколько они зарабатывают на инвестициях, сколько они зарабатывают на курсе, сколько они зарабатывают на хранении. То есть, от любого действия, тот, кто уже этого человека пригласил, написал к себе, он зарабатывает. Даже от того, что он тратит, он тоже от этого зарабатывает. То есть, это вот две основные составляющие. Это мотивирует людей использовать наши продукты, второе, это мотивирует другую часть людей приглашать людей, чтобы они использовали наши продукты. Все достаточно органично. Теперь, что касается реселла всей этой истории, то есть концептуальная история такая, что у нас будут наши собственные токены использоваться внутри нашей экосистемы. Для чего? А, для того, чтобы мы этими токенами рассчитывали с людьми за их действия, да, начиная от того, что сдают они ресурс своего смартфона в аренду, или участвуют в продвижении всей экосистемы. Б, эти токены будут использоваться нами для приема платежей от людей, то есть любыми сервисами, которыми люди захотят воспользоваться внутри экосистемы, и им для этого необходим будет наш токен. Неважно, это будет в Южной Америке, или на севере России, или в Украине, неважно, для этого будет использоваться токен. Б, также токен будет являться неким инструментом, который будет неким индикатором того, что тот или иной наш пользователь лояльен. Чем пользователь более вовлечен в экосистему, тем больше возможностей у него, собственно, открывается. И самая интересная история тут в том, что стоимость нашего токена, она будет органична, то есть она не будет иметь на себе, в себе только одну какую-то, один какой-то критерий, да, что вот есть биржа, она торгуется, и сегодня биткоин вырос, и токен вырос, а завтра биткоин упал, и токен упал. Нет, она себе будет сочетать разные элементы, начиная от того, что стоимость токена будет, на стоимость токена будет влиять общие показатели платформы, сколько человек зарегистрировалось, насколько хорошо идут дела, сколько пользователей в сети, какая мощность в сети имеется в виду по вычислительным мощностям. И другая часть также будет учитывать, это количество спроса и предложения на наши токены. Вот, и также наши токены будут ограничены в эмиссии, то есть их будет конечное число 100 миллионов. Сейчас в рамках пресейла для начального некого буферной зоны мы делаем приманинг 30 миллионов, остальные 70 миллионов, их сложность добычи рассчитана на ближайшие 5 лет с помощью смартфона. Вот, это, собственно, я концептуальную часть хотел рассказать, теперь сейчас Ярослав, собственно, расскажет все остальное, о чем спросит. Я пытаюсь максимально коротко, и, вот скажем, по реперным точкам, если не будет пользователей, есть ли на чем у вас зарабатывать, да, есть на чем зарабатывать, у нас есть инструменты, на которые уже проверены, только есть статистика, которая также была запущена в экосистеме, которые дают пассивный доход. Здесь, то есть, соответственно, есть активная часть привлечения людей, есть собственные инструменты, которые дают и будут давать доходность как отдельный вид заработка в нашей экосистеме, но через токен, да, поэтому о том, о этом я говорил в самом начале. К этому пассивному инструменту, о котором мы работаем сейчас, прибавится уже, когда сеть будет большая, другие пассивные инструменты в виде, как мы говорили, рендеринга, обширительной мощности, когда сеть будет большая. То есть, компания, по сути, имеет возможность, не генеря даже новых, так скажем, постоянных приток людей, при этом генерить капитал и зарабатывать на этом, и делиться этой возможностью с людьми. Теперь по поводу самой экосистемы. Самое, что очень важно, да, то есть, первое, это технология, которая как работает и легко доступность ее в виде, там, смартфона бесплатного обслуживания, окей. А второе, это, скажем, экосистема, где это может, там, тратиться, зарабатываться, там, использоваться, окей. Еще, что очень важно, да, то есть, и что показало отчасти хороший положительный эффект, ну, я не совсем, я вижу в этом большие риски, но это уже выбор каждого, да, то есть, это ограниченные эмиссии, там, в разных, там, в DFI проектах одна история, там, в каких-то других криптовалютах своя история. Что у нас? То есть, первое, динамические токены, все, что связано с историей P2P продаж, я считаю, это наиболее тупиковая ситуация. Почему? Потому что, когда у человека заинтересованность купить или продать только на то, чтобы быстро сорвать деньги, это может быть хорошо, но это экономически нестабильно, да, эта ситуация заканчивается лишь на том этапе трафика людей. И мы, когда изнутри рассматриваем свою экосистему, мы рассматриваем с первого этапа, это правильного баланса, возможности хорошего заработка, но при этом не уходить в утопию, чтобы это имело только зависимость от самого трафика, да. И когда мы выпускаем 100 миллионов токенов, вернее, в совокупности может быть выпущено, как и сказал Alpharuch, 70 будет добыто в течение 5 лет, 30 мы запускаем на пресейле. Что это значит? Первый этап, это вот который сейчас идет, вот 0,05 центов уже, 0,07 до 0,010, то есть это возможность купить со скидкой, так скажем, да, то есть цена официально будет с 10 центов. Второй этап, это когда уже мы запускаем в октябре продукты, не только саму монету и пресейл при майнинге, а именно инвестиции, то есть синтекс, да, пассивного дохода, лицензии, возможность заработка с реферальной системой, возможность майнинга в более промышленных, так скажем, масштабах, ну и соответственно marketplace. То есть в совокупности за два этих раунда, где только покупка монеты и где покупка услуги, у нас формируется, скажем, два резервных, так скажем, два резервных фонда. Первое, это те, кто купят монету и будут ее хранить, и второе, это те, кто купят и ее потратят, да, на любую из услуг. И по сути, следующим этапом, когда мы выходим на рынок, да, то мы внутри своей системы, мы являемся неким, как центробанк, то есть мы являемся регулятором внутри экосистемы, который контролирует все процессы, потому что очень быстрый стремительный заработок и быстрый вывод денег и быстрое оборачивание этих денег ведет только к одному, что люди в ППХ за большими заработками, это тоже хорошо, не видят стабильности, да, и поэтому здесь мы рассматриваем в первую очередь, как автомобиль поедет, так он и поедет, да, не чтобы быстро завел человек деньги, быстро вытащил, да, то есть, а чтобы система, в которой они работают, она была стабильной, человек всегда понимал, что его монета будет всегда выкуплена компанией, на это у нас есть резервный фонд, и мы, соответственно, работаем по принципу, что мы выкупаем у людей, а вот для внешнего клиента условия покупки выставляем уже мы самостоятельно, да, соответственно, по сути мы с теми клиентами, которые зайдут на преселе, мы являемся будем в некой коллаборации, да, с монополистами во всей своей экосистеме, почему? Потому что потом возможности купить в том виде, в котором сейчас, не будет, но при этом, как ты сказал, Юр, правильно, мы говорим следующим клиентам, к примеру, они не знают по преселе, они приходят там через два месяца, там или через там месяц и говорят, слушайте, ребят, у вас там есть синтекс, который дает там до 15-20% дохода пассива, у вас есть там лицензия, это привилегия, у вас есть marketplace, как зайти? Мы говорим, зайти можно только через монету, да, то через токен, и то есть у нас есть два фактора, которые влияют на стоимость, правильно сбалансированный экономический рост, это как работают все экосистемы, и второй это спекулятивный, потому что, приведу пример, вы покупаете услугу через два месяца у нас, к примеру, за 500 долларов, либо вы инвестируете 1000 долларов через два месяца, при конвертации через нашу монету, которую вам нужно будет купить, будет это стоить, к примеру, 1000 долларов, и это будет 10 тысяч монет, либо это будет 100 тысяч монет, либо это будет 1000 монет, вам будет абсолютно без разницы, потому что вы купили услугу, монета для вас транзит, вы зашли в эту услугу, то есть вы пришли сюда через транзитную услугу, соответственно, для вас курс абсолютно не важен, но для тех, кто уже в экосистеме, для тех, для кого уже монета была выпущена, кто ее купил, сохранил, либо потратил, каждый цен, это 10% плюсов, соответственно, здесь, если удаваться в утопические, сложные математические расчеты, да, чтобы сейчас не грустить вас, а потенциал роста, он может быть как и быстрым, может быть и стремительным, может быть и медленным, но я склоняюсь к тому, что это будет поэтапно, степ-бай-степ, и в определенный момент при создании дефицита это будет эффект создан гораздо быстрее. Ну, я скажу так, в планах, в планах, при всех выдержанных обязательствах это сделать от 10 центов до 1 доллара, это в течение года, при правильных спекулятивных показателях это может быть все эти 10 долларов стоимости, да, то есть поэтому считайте, если вы даже по 10 центов зашли в экосистему, сколько это может вам стоить в будущем. И я скажу, это лишь наши прагматичные, мы прагматики, мы всегда подходим с занижением всех показателей и с занижением всех ожиданий, да, то есть поэтому, исходя из этого, это может быть абсолютная история со всеми другими показателями в плане финансов, но даже уже то, что я озвучил, это очень хорошие деньги в плане работы и взаимодействия с нами. Так, я думаю, достаточно уже информации, ну, в плане ребятам, наверное, все понятно, сейчас можем приступить к вопросам, если есть, меня интересует, потому что Шамиль, ты уже задал вопросы? Может, у Сережи, у Амали есть вопросы какие-то, в плане, чтобы разобраться. Для меня, допустим, что могу сказать от себя, картина еще более грамотно сложилась, да, очень полезный вебинар, ну, очень полезный зум. Вот, Сереж, если ты на связи, есть ли какие-то вопросы, какой-то интерес, скажи, пожалуйста, очень важно знать. Да, 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 конечно, слушайте, очень интересные, но это не совершенно искренне, я думаю, что будет приобретать, тем более, где-то ползат, я так был здесь в одном, с ретичниками, и сразу, типа, пост, со, нативе, ну, устройство, как-то и этому значение, вот, и, что это не серьезно, так оказалось, что уже реализовывали, сейчас мы это решим от вас, это, да, это реально будет реализовано. То есть, если максимально быстро подано, потому что чаево, да, что мы встречаем проектах, есть какая-то история, есть то, что мы собираем, есть то, что участвуем, но в конце концов, не по-моему того, что изначально вкладывали. Если это здесь включено, тогда, я думаю, все лучше, я думаю, можно сделать. У меня очень прерывался разговор, а можно, Сергей, или кто-то может повторить вопрос был или нет? Я просто, Юр, не расслышал. Нет, вопросов не было, как я понял, Сережа сказал просто, что все окей, ребята, работаем вот так. Типа того, вот, это если я правильно понял, ну, вроде правильно, прерывает, прерывался, он за рулем, видимо, там на Бали не так, как у нас в Москве ловит связь, но на Бали. Вот, это раз. Как вы понимаете, здесь немного такой закрытый у нас зум получился, да, я приглашал еще нескольких людей сюда, думаю, не получилось зайти, они, может быть, в шоке пока от X-ов на DFI находятся, но это нормальная история. Вот. Здесь, я думаю, тоже большой потенциал развития есть, он наиболее полномерный, конечно, да, но я вижу в этом свидетельстве, мне интересна сама идея. И идея, как задействование ресурсов телефонов, ее не первую хотим реализовать, естественно, да, я уже много раз слышал и об оболночном хранении, но там тоже задействованы были сервера. Здесь потенциал есть. Если грамотно проработать всю маркетинговую программу, если грамотно будет соблюдена, скажем, соблюдена токеномика, то есть, как будет рост токенов всегда, ну, если он будет расти впоследствии, это будет людям интересно. Если это будет дроп, какой-то дроп для людей, которые будут, смогут устанавливая приложение, получать деньги или вознаграждение какое-то, это тоже будет интересно. То есть, потенциал технологий, потенциал развития здесь есть. Ну, вот я для себя выбор сделал, для ребят, чтобы понимание было, да, я зашел на пресейл, дальше уже в ответ от ребят, как можно, я вижу даже в дальнейшем коллаборации наши с направлением хорошим. Как-то так. Можно подытожить. Есть ли у кого-то еще вопросы? Амаль, может быть, у тебя вопросы есть? Информации вообще предостаточно, прям даже этот. Единственный вопрос был, который Шамиль уже задал. В принципе, вопросов больше нет. Интересно, что-то новое. Нужно как бы реализовывать на пресейл, скорее всего, тоже зайдем. Еще подразберемся чуть-чуть, презентацию пролистать достаточно будет. Все. Как бы там еще пообщаемся отдельно. Круто! Тогда спасибо большое вам, ребят, за определенное время. Всем, кто кайфует на Бали, большой привет и респект. Мы кайфуем здесь, но не от Бали, да, движухи, которые происходят. Юр, спасибо тебе за организацию приглашения твоих людей. Шамиль, тебе тоже огромное спасибо за хорошие вопросы. Порог тебе за компетентность, ну, а мне, как танку, за то, что мы дальше прем. Поэтому всем спасибо. Я вас рад был увидеть. Буду рад увидеть всегда. 24 часа на связи. Мы забежим, может, к тебе сейчас. Давай. Давайте, давайте, давайте. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...